Председателем Дагестанского парламента избран Заур Аскендеров. Сегодня прошла первая сессия Народного собрания 7-го созыва. Также в рамках заседания избрали заместителя спикера парламента и председатели комитетов Народного собрания. Сенатором от Дагестана избран бизнесмен Сулейман Киримов. За его кандидатуру проголосовали 85 депутатов. Обо всем подробнее Ума Ибрагимова. Кардинальные перемены в Народном собрании Дагестана. Только 33 депутата смогли сохранить свой мандат после минувших выборов. Большая часть сейчас это новые народные избранники. Им предстоит оправдать надежды людей. Утвердили кандидатуру председателя парламента. Им стал Заур Аскендеров, бывший депутат Госдумы. Проголосовали за Аскендерова практически единогласно. Против только трое. Таким образом он становится новым спикером Народного собрания Дагестана. Исходя из задач, которые ставит перед нами Сергей Алимович Меликов, важно поднять на новый уровень парламентский контроль. В том числе за ходом реализации национальных проектов и государственных программ. Своевременным и эффективным освоением выделяемых для этого бюджетных средств. Сразу после депутаты голосуют за заместителей спикера парламента. Сохранили за собой должности Сегид Ахмед Ахмедов и Камил Давдеев. Первым заместителем избран Юрий Левицкий. Депутаты уже сообщают о проблемах, на которых будут акцентировать внимание. Это перебои с водоснабжением, электричеством и плохие дороги. Первые очередные задачи – это насущные проблемы. Это, конечно, вопросы, связанные с канализационным вопросом, обеспечением махачкалинской агломерации, обеспечением качественной, чистой водой населения нашей республики, подготовкой к зимнему периоду. Для того, чтобы мы этот период прошли нормально, с учётом того, что гидромиссент Российской Федерации сообщает, что будет зима холодная, нам необходимо серьёзно подготовиться. В сессии участвовал и в Рио главы региона. Сергей Меликов напомнил как опытным, так и новым народным избранникам. Подковёрные игры нужно оставить. Задача депутатов – предлагать решение проблем людей, а не реализовывать личные амбиции. Раз в год каждый из них будет отчитываться перед своими избирателями о проделанной работе. «Держать под контролем строительство частных теплиц не надо. Держать под контролем строительство домов без разрешения тоже не надо. Это как раз функции наших коллег. А вот на контроль взять объекты социальные, важные для республики, те, которые востребованы сегодня населением, безусловно, это задача депутатов-народных избранников. Поэтому я хотел бы на эти контрольные функции обратить особое внимание». Есть законы, которые не корректировались с 1993 года, которые уже не соответствуют современным реалиям. Их нужно обновить, отмечает Сергей Меликов. «Весь уклад социально-экономический в стране поменялся 5 или 6 раз. А мы на сегодняшний день живём регламентом законов 1993 года, которые на самом деле уже не просто устарели и потеряли актуальность, а которые во многих направлениях сегодня просто противоречат основным направлениям развития как республики, так и страны. А в части своего содержания даже не соответствуют тем федеральным позициям, которые мы сегодня пытаемся реализовать в республике». На сессии озвучили ещё одно решение. Накануне глава региона своим указом назначил секретарём безопасности Магомеда Баачилова. Депутаты также избрали председателей комитетов и утвердили единогласно Сулеймана Керимова сенатором Российской Федерации от Дагестана. Ума Ибрагимова, Махарбека Марив, Амир Гитихмаев и Вадим Шамхалов. Время новостей.